Опасные пешеходные переходы в Шымкенте оборудовали специальными светодиодными знаками. Шагающие человечки в треугольном обрамлении указывают на переход сразу в четырех местах дороги и видны со всех сторон. Таких знаков в Шымкенте пока 16. Это пилотный проект и в городском отделе ЖКХ его считают очень выгодным. Питание они берут от солнечной энергии. Сверху установлены специальные батареи солнечные накопительные и работают за счет светодиодов и солнечной энергии. Больше нет никакого питания. Один такой знак нам обошелся по 350 тысяч рублей с установкой месяца. Впервые нововведением дорожных служб довольны все и пешеходы и водители. Пешеходы удивлены исключительной внимательностью автовладельцев. Говорят, знаки помогают. Мне кажется, хорошо, потому что вечером они хорошо светят. Останавливают, пропускают, молодцы. Даже лучше это, чтобы проходить туда-сюда. Конечно, эти знаки имеют большое значение. Водители указывают на яркость. Новые светодиодные знаки заметны в любое время суток. Я думаю, в ночное время, наоборот, это будет более ярче выглядеть. Поэтому водители, я думаю, увидят, потому что в ночное время уже видимость не та. Считаю, что да, и правильно. Отлично. Почему? Потому что сразу можно на расстоянии определить дорожный знак, да, пешеход. А не ярко, как бы не бьет указанного? Нет, нормально. Правда, и пешеходы, и те, кто за рулем, сомневаются в долговечности пешеходных указателей. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства опасений горожан не разделяют. Нет, у нас сейчас 21 век, тем более эти знаки стоят в центре города, где имеется освещение, где постоянно проводится патруль. Наша доблестная полиция объезжает туда-сюда. Мы в центре города навряд ли кто-то будет что-то воровать. Несмотря на 21 век, оживленные перекрыстки Шенкента уже лишились кнопок вызова для пешеходов. На некоторых переходах их разбили и вывернули с корнем. Дорожные службы вынуждены были демонтировать оборудование. Говорят, что кнопки раздражали жителей окрестных домов душераздирающим писком во время работы. Остается надеяться, что круглосуточное мигание никому не помешает.